добрый день друзья сегодня я хочу вам рассказать о том как макош стала двуглавой речь идет о гербе россии двуглавом орле и я хочу вам рассказать каким образом это все состоялось ну естественно традиционная версия я ее озвучу она говорит о том что где-то там в константинополе или еще там во всяких этих африках может быть на других планетах но главное только не в россии не на руси естественно всегда была жизнь которая была процветающая только как бы знаете не в коня корм потому что сейчас там просто полностью болото и в этой в африке и в других странах в том числе и константинополе бывшим но вот они такие первые открыватели всего и вся вокруг но мы естественно все время заимствуем только нам это как-то в на пользу корм а им значит этот корм почему-то все время не в коня может быть такая история и может быть такая программа у этих народов и у наших народов может быть я не спорю но вот нам сегодня культурологи историки и все остальные болтуны говорят что двуглавый орел пришел откуда-то там из тех вот южных территорий якобы там была вся эта символика и рождена на самом деле это полный бред полнейший бред и в этом фильме я как раз вам расскажу о тех моментах которые и показывают что это бред и второе которые показывают как по-настоящему развивалась данная часть символики во первых сначала я немного покритикую братьев наших меньших греков древних древних не сегодняшних древних и хочу сказать вам следующее я вам уже много раз говорил ссылаясь на лингвистов высоченного уровня я еще раз вам повторяю один из нескольких человек ну из пяти может быть даже из четырех мировых лингвистов на которого я вам говорю эмиль бен виниста можете посмотреть его работы словарь индоевропейских терминов хозяйственных терминов там как раз предложениях есть и о греческом языке греческого языка не существовало имейте это в виду никогда не существовало эмиль бен виниста писал свою работу примерно в восьмидесятые плюс минус там какие-то годы и до этого времени никакого греческого языка не существовало греческий язык это коине нужно понимать это механическая смесь кавказских языков которые пришли туда в грецию люди сами семитско-кавказская группа языков это известный факт это например ионийский язык но те все лидийский язык это все разные были как сегодня например грузинский ну допустим там кабардино-балкарские армянские языки это разные языки они совершенно даже и не родственные и в греции еще до 7 века до нашей эры и после него до последующих приходов жили так называемые славяне которые говорили на форме русского языка это классическая хронология классическая подача лингвистического материала поэтому никаких библий никаких греческих мифов того времени древнего быть просто не могло все греческое рождалось в двадцатом веке может быть веком ранее дело в том что символика символика государственности она очень сильно завязана на ту самую эволюционную часть государства которые уходят корнями в глубину нет корней нет эволюции нет просвещения нет символики пример опять же вам очень простой вся символика рождалась на нашей территории то есть русь плюс восточная европа и на других территориях этой символики никогда не было поэтому только в конце двадцатого века тот же самый древний египет получил себе флаг и каир получил себе какие-то знаете гербы которые наворочены от того что люди просто местные не понимали что рисуют если для примера то на руси все гербы являются произведением фрагментов отражением фрагментов главного мифа здесь вся звездная система которая была в древности отражена в этих гербах читаешь гербы и четко понимаешь о чем речь в какое время и относительно какой личность когда берешь южные западные другие гербы кроме еще гербов соединенных штатов америки они тоже как русские такие же читабельные как только другие берешь там все это от фонаря какие-то папуасики на изображены даже бананы еще какой-то момент там отражен но все это за пределами главного мифа а это значит за пределами мысли за пределами эволюции то есть люди рисуют себе гербы а те кто понимает они знают исходя из чтения этих гербов что гербы не настоящие и под ними земли не цивилизованы смысл этого чтения гербов так вот у нас на руси герб двуглавый орел да это герб том числе и москвы и получается что есть такая некая птица которая с двумя головами одна смотрит в одну сторону другая голова этой птицы смотрит в другую сторону сколько было споров по этому гербу все говорили что это и немецкий и палеологов и что только не придумывали этому гербу чтобы его хоть как-то проявить а ситуация здесь достаточно простая и вы сейчас удивитесь насколько она проста так вот когда на руси была русская религия и русская цивилизация то есть это до конца девятнадцатого века а напомню в конце девятнадцатого века разрешили приход на русь террористическим организациям которые развелись за чертой оседлости это как раз та линия фронта за которой сегодня обитает фашистская часть украинских скажем так нациков вот с этих территорий вдруг российский царь разрешил приход тех самых боевиков боевиков бунда боевиков большевиков будущих и всех таких прочих и они устроили здесь в россии в конце девятнадцатого века форменный геноцид прямом смысле геноцид никаких натяжек в этом термине я не делаю почему потому что по официальным данным первые только в первые три или четыре года это с 1900 там до 1904 5 они уничтожили эти товарищи товарищи именно которые пришли из-за черты оседлости они уничтожили больше тридцати тысяч государственных служащих российской империи это были и даже генералы и губернаторы и помельче чиновники и городовые и тому подобное это был террор государственный вообще государство тащало по швам а нам сегодня историки говорят что мол вот народ был недоволен царским правлением или еще каким-то недовольствами вот спросите себя самого кто-нибудь кто-то слушает сейчас меня вы знаете чем был недоволен народ я например не знаю я смотрел старинные фотографии там даже крестьяне из деревень были в пиджачках в белых рубашках в галстуках конечно нет потому что тогда галстуков и не было но на фотках весьма зажиточные люди я своих прадеда прабабушку помню так относительно но по крайней мере по рассказам тоже зажиточные все были из дворянских семей и прадед и прабабушка по материной линии и по отцовской тоже из дворянских и еще более высоких из княжеских родов пожалуйста вот они все были в деревнях уже в наше время советские прятались чтобы их там не настигла кара тех самых людишек товарищей которые пришли из-за черты оседлости но в данном случае я хочу вам сказать не о том что эти товарищи устроили здесь геноцид это дело другого фильма а в том чтобы вот сначала у нас на земле была одна ситуация с источниками отправление той самой игровой программы то есть люди русские они получали свою программу от того источника который назывался полярной звездой это был единственный источник и вот эта полярная звезда она в русской мифологии называется макош макош богини судьбы это сама макош богиня различного порядка и смысл этой мифологемы он состоит в том что полярная звезда слала русскому населению ту программу по которой русское население развивалась и это была программа судьбы потому что это и есть программирующий и рассылающий программу источник полярная звезда абсолютно так же как сегодня есть например кремль он рассылает свои законы на всю популяцию которую он охватывает и наша популяция подчиняясь законам идет в определенном направлении своего развития и тогда было точно так так вот там макош там макош она всегда изображалась в виде богини судьбы с одной головой и естественно в короне и так далее это было сегодня даже сохранилась это созвездие кассиопеи кассиопея это та самая макош мать коша мать коса макош кос косиопея это та самая ну так скажем мать космоса а космос нам присылает сюда вот как раз те самые управляющие сигналы одна голова у богини макоши она зафиксирована в нескольких гербах российской федерации российской империи даже тогда того периода но и сейчас конечно все это пришло к нам что же случилось почему появился двуглавый орел дело в том что орел это вообще птица ада и когда нам говорили рожденный ползать летать не может нам переворачивали психику потому что нам вбивали еще в школе что мол вот орел это птица высокого полета которая отвечает вот за те высокие мысли которые должны быть у человека в голове а змей это существо низкого ползания и она отвечает за низкие мысли как сегодня модно говорить за низкие вибрации на самом деле все вывернуто наизнанку у нас есть русские волшебные сказки в них все это написано я вам одну так скажем приведу в очень коротком изложении эта сказка говорит о том что когда велес бог времени родился когда он развился то его скажем так попросили из города потому что он был огромным богатырем и просто не причиняя никому не имея намерения причинить никому какого-то вреда он вот неаккуратным движением рушил то другое третье его просто попросили уйти в чисто поле там в лес и там может делать все что угодно он нашел себе товарищей дубыню и усыню и они пошли там все вместе крушить воевать но бороться имеется воевать и как-то проявлять свою неугасимую не такую не управляемую силу и вот смысл здесь заключается в том что когда они проявляли свою эту силу были такими великанами которые могут все вдруг им попался черный камень шантамани на какой-то поверхности лежащий на лугу там или в поле неважно и тогда те двое богатырей попытались его отварить не получилось а верес подошел спокойно его отварил и там под камнем оказался портал проход на тот свет лестница по ней этот велес туда проник оказался на том свете и он там искал потом уже в других мифах свою суженую ягу еще какие-то у него дела были он туда не единожды ходил но вот когда он туда сходил один из разов только он имел право туда проникать под землю и когда он там совершил какой-то свой очередной героический поступок то кощей царь подземного мира ему разрешил уйти в мир живых но проблема оказалась в том что когда велес собирался подняться наверх то его вот эти друзья дубыня и усыня они сбросили эту веревку по которой он спускался эту лестницу условную и уже велес подняться таким путем не мог и вот тогда кощей дал ему орла и орел этот его понес вдоль нижней части земли то есть под землей вдоль до края земли потом с края земли обогнув он уже его нес по белому свету по миру живых уже на то место откуда велес спустился тот самый кощеев дворец вот для чего нужна птица орел орел это птица ада птица войны птица мертвых и не надо путать ее живым змеем змеи это животные которые живые орлы и птицы все остальные это животные которые олицетворяют мертвичину потому что падалью питаются и все такое прочее и олицетворяют от и вот когда это мифологема родилась то появилась как раз мифологема того самого орла и к нам когда пришли люди из-за черты оседлости товарищи точнее вот они и поменяли установленные у нас здесь все эти мифологические моменты пример почему например в англии и в соседних островах и государствах все еще сохраняется миф когда все эти государства процветают процветают под знаком дракона змея и дракона велеса естественно вот у эльц это прям название велеса буквально буква в букву просто произношение у эльц но пишется с w с w а у нас из-за революции произошло изменение и теперь они попытались здесь устроить красный ад в котором да конечно мертвые живут хорошо но у этих мертвых как вы знаете нет никаких прав и нет никаких прав на жизнь многие мне тогда писали когда был судебный процесс многие знают из вас что если человек отдал свою душу в паспорте и сделал так то так то так то им уже руководит тот самый кощей как многие называют куратор и человек теряет свои права действительно в современном мире когда человек получает паспорт он отказывается от своего человеческого облика и становится мертвым а к мертвому человеку начинают применять юриспруденцию это вот то самое направление мысли и изложения которые многие из вас знают изучают интересуются этим вот отсюда оно и происходит но и я возвращаюсь к двуглавому орлу почему орел я вам объяснил это птица ада отнесли красные большевики террористических организаций типа бунда они устроили здесь геноцид и вот они-то и поставили свою птицу ада на наш герб герб я честно вам скажу что он в этом смысле выглядит ну скажем так несколько сомнительно может быть он уже приросся к нам как говорится но я не знаю вот допустим опять я вспоминаю ту же англию ту же ирландию вельс там у них пожалуйста драконы змеи никаких орлов орлами пользовались это германцы это римляне а германцы и римляне это одно и то же то есть тире это покойники мертвичина убийцы которые якобы завоевывали всю землю помните римской империи нам все это рассказывали а фактически то что было то что они убивали соседние страны завоевывая их завоевание это убийство на этом же построена и религия потому что религия слова лига это связь ре это обратная связь значит религия это обратная связь с миром мертвых поэтому все сегодняшние ритуалы в религии они все подвязаны к мертвым и естественно поэтому религия имеет своим гербом в любом смысле какого-то орла а своим антагонистом в гербах всегда имеет дракона или змея вот так было и в той же библии помните когда моисей сходил на гору сион пришел оттуда посветленный законами моисея десятью заповедями в которых не было букв не то есть частиц не все были как бы утвердительные такие они отрицательные ну по крайней мере так говорится в исследованиях и я сам видел эти рисунки с такими же древние рисунки старинные средних веков как раз в которых не было букв не ну и самое главное что когда он оттуда спустился его товарищи которых он водил 40 лет по пустыне верили такому золотому змею а золотой змей это и есть жизнь а когда он заводил их 40 лет по пустыне как вы думаете много ли там выжило и он как раз водил то их для того чтобы впривить им культ но не предков а мертвецов чтобы они почитали мертвецов и вот тогда взвился над этими мертвыми верующими тот самый флаг который запечатлел на себя понес на себе орла вот как появился орел на нашем в том числе флаги нет ни с какого он там клана этих всяких царей он появился не так давно только после революции в реальности ну и дальше следующий факт это как раз вот богиня макош она за миром мертвых за миром живых служила она следила у нас и она все это отвечала это была одна и та же судьба у нее в одной руке была кудель которую она плела а во второй руке были ножницы которыми она обрезала нить жизни вот смысл богини макоши а когда уже в 1900 году начались на руси все эти революционно террористические действия осуществляемые с территории из-за черты оседлости то есть это западная украина фашистская нацелить националистической как и сегодня то тогда у нас и пришла суда религия которую они исповедовали религия смерти и тогда богиня макош которая олицетворяла собой одну единственную полярную звезду была разбита ими на два своих бога одним богом стало солнце другим богом стала луна поэтому когда мы смотрим сегодня на двуглавого орла мы видим у него две головы солнца и луну солнце это христианская религия луна это иудаизм и еще видим третью корону которая стоит над этими двумя головами у каждой из которых есть своя корона третья корона над пустым местом это то место откуда раньше шел сигнал с полярной звезды и та голова была единственная которая олицетворяла собой полярную звезду вот какая семантика заложено в гербе двуглавого орла и имейте это в виду это герб на сегодняшний момент отражает то что товарищи из-за черты оседлости оккупировали нашу территорию русскую тогда в 1900 в 1917 даже двадцать втором годах и сейчас остаются от них эти следы и они насадили здесь свою религию как систему управления вместо нашей русской они поставили свою и она сегодня функционирует в составе около государственных отношений религия отделена от государства как у нас заявлено но в конституции которая описывает государство есть понятие бог которые туда введено неизвестно правда что в это понятие входит что такое бог конституции не устанавливает ну видимо каждый думает в меру своей религии в меру своей веры в меру своей привязанности к территории терроризма который был всегда за чертой оседлости и черта оседлости это граница между русским раем условно сказать и той адовской территории которая была за этой чертой оседлость и Субтитры создавал DimaTorzok